Доброе утро, Дин. Доброе утро. Я вижу не один, а шесть препаратов. Какое-то различие есть между ними? Да, конечно, есть там различие. У нас все септулеты как бы делятся в две группы. Есть одна группа, которая действует, когда есть первые симптомы, там такое першение, чищение в горле, тогда вот поможет вот эти септулеты. А когда есть уже боль в горле, тогда уже септулеты плюс. Это с двойным действием, то есть как антисептический анестезический эффект. Анестезирующий эффект. А, то есть снимает боль? Снимает боль. Но если три дня вы пользуетесь ими и не помогает, тогда уже надо ходить к врачу, и там уже, наверное, есть что-то серьезнее. А, то есть этот препарат, ведь он же безрецептурный. Его можно использовать и до визита к врачу? Да. Ну, обычно, когда мы чувствуем что-то не в порядке, мы начинаем сами исцеливать себя. Сначала, может быть, там чай не помогает, тогда уже что-то сильнее, вот как септулеты. И потом уже, если совсем не помогает, тогда уже к врачу и уже там другие медикаменты. В каких дозах нужно принимать? Вот если дети от 4 лет, то есть 4 таблетки в день, через каждые там 2-3 часа. А если уже там с 12 лет, то уже там 6 до 8 таблеток в день надо просасывать. А если уже боль в горле? А боль тогда уже тоже там 6-8 таблеток там через каждые 2 часа. Септулеты плюс с 6 лет. Септулеты эти, как мы говорим классические, это с 4 лет. Совсем маленьким детям не рекомендуется, потому что маленькие дети не умеют сосать. Они сразу проглашают. Глотают, глотают. А здесь надо просасывать. Этот эффект есть, когда ты просасываешь. Беременные женщины могут применять септулеты? Знаете, вот тоже, как я сказал, проведены опыты и как бы не было намечено никакие такие плохие воздействия на бременных женщин. Но всегда рекомендуется на все лекарства перед употреблением консультироваться с врачом, семейным врачом. Побочных действий у препарата септулеты нет? Ну, таких, которые бы показались на опытах, нет. Но все люди разные. Всегда, может быть, у кого-то есть какая-то, может быть, аллергия против какое-то вещество. Или вот, как у нас есть, вот есть септулеты, которые не содержат сахар. Есть, которые вот содержат сахар. То есть тоже, ну, надо выбрать то, что вам подходит и нужно. Значит, диабетики тоже могут применять септулеты, просто выбрать тот препарат, который без сахара. Да, вот эти есть без сахара, не содержат сахар. То есть диабетики могут выбрать из этих септулеты. Тогда давайте резюмируем. Есть шесть видов препарата септулета. Они разделяются на две группы. Более сильные септулеты плюс и менее сильные остальные виды септулеты. Среди них есть препараты с сахаром и без сахара. Да, совершенно верно. Те, которые без сахара, могут использовать и даже больные диабетом. Септулета не противопоказана детям с определенного возраста, когда они умеют уже с 4 лет сосать эту таблетку. И никаких противопоказаний нет для применения беременными женщинами. Более слабая группа применяется при начальном этапе заболевания, а септулеты плюс тогда, когда уже появляется боль в горле. Вот совершенно верно, мы все уже усвоили. Вы мне все прекрасно рассказали. Ну что ж, тогда можем смело рекомендовать этот препарат нашим зрителям. Спасибо вам большое. Спасибо вам.